Его готовили два года. Правки вносились до самого момента подписания. 20 лет назад президенты России, Украины, Приднестровья и Молдовы согласовали один из важнейших документов в процессе Молдоприднестровского урегулирования. Подписываются меморандумы об основах нормализации отношений между Республикой Молдовы и Приднестровьем. Подписывают президент Республики Молдовы Вычинский и президент Приднестровья Смирнов. Согласно меморандуму, Приднестровье получило право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях. Несомненно, что меморандум от 8 мая 1997 года для переговорного процесса это основополагающий и во многом ключевой документ. В условиях постоянного давления со стороны Молдовы до сих пор не теряет свою актуальность нормы меморандума о статусе России и Украины как государств гарантов мирного и справедливого урегулирования. Сегодняшний меморандум вежда – это крупный шаг вперед. По прошествии времени систематические нарушения этого документа Молдовы, несоблюдение ранее подписанных соглашений, организация торгово-экономических блокад при участии Украины нанесли меморандуму 1997 года в смертельную рану. Каждый дипломатический документ создается на какой-то исторический период для решения тех задач, которые в то время существовали. Меморандум сейчас по факту торжественно умер. О важном документе в процессе Молдоприднестровского урегулирования и его влияния на историю нашего государства смотрите прямо сейчас. Это редкие видеокадры. Москва, Кремль. Идет подготовка к встрече президентов России, Украины, Приднестровья и Молдовы. В зал заходит Виктор Черномырдин. Спрашивает, где он будет сидеть. Настроение хорошее. Шутит. В зале появляются президенты Украины, Молдовы, Приднестровья. Всех приветствует глава российского государства Борис Ельцин. Он говорит, что наступил ответственный этап для урегулирования Молдоприднестровского конфликта. Постепенно, медленно. Все-таки, так сказать, вот до 3000 часов уже документ на подписание документов. Конечно, большую роль сыграл ОБСЕ. Сейчас Россия участвовала, сейчас подключилась Украина. Конечно, мы с Украиной, так сказать, впервые в такой паре. Так, Мин Данилович, выступаем как миротворцы. По левую руку от Бориса Ельцина сидит Евгений Примаков. В то время он отвечал за российскую дипломатию. Именно он попытался создать общие подходы и принципы для урегулирования конфликтов. Евгений Максимович, конечно, ну, китам, можно сказать, дипломатической работы в Советском Союзе и после Российской Федерации. Отличался он не только мастерством дипломата, но и очень широким международным подходом. То есть, в каком-то смысле был мыслитель, создатель новых концепций. Евгений Примаков выдвинул концепцию урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве. Он использовал опыт разрешения вооруженного противостояния в Боснии и Горцеговине. Там удалось создать три независимых субъекта в одном общем формировании, которое сейчас является членом ООН. Эта модель до сих пор работает, говорит Валерий Лицкай. При этом там нет войны и более-менее развивается экономика. Когда он прибыл сюда, надо сказать, что на бумаге были только легкие наброски. Тем не менее, из уважения к автору концепции и из удобства работы журналистов, все называют это, что это документ Примакова. На текст меморандума работали политики, дипломаты, эксперты, вспоминает Валерий Лицкай. Тогда в Террасполе и Кишиневе сложились благоприятные условия для этого. Республика Поднестровья была готова на всех уровнях к ведению серьезных переговоров. В Молдове тоже уже сформировалось в основном центристское правительство. И руководство было готово идти на переговоры и компромиссы. Нужно сказать, что и Российская Федерация в это время уже приобрела достаточный авторитет на пространствах СНГ. СНГ и начал работать достаточно активно. Возникло предложение сформировать вот такой документ. Он не должен был быть пространным, он должен быть емкий, небольшой, но в то же время охватывать все аспекты социальной, экономической, внутриполитической и, самое главное, внешнеполитических вопросов и взаимодействия сторон. Не будем забывать, какое это было время, так называемые лихие 90-е. Надо было срочно решать вопрос по подъему жизненного уровня народа по обе стороны Днестра. И в итоге это был действительно компромиссный документ, с которым тогда были согласны все. Правки в меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдовой и Приднестровьем вносились до самого момента подписания, которому 8 мая исполняется 20 лет. Подписывается меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдовой и Приднестровьем. Подписывают президент Республики Молдовы Вычинский и президент Приднестровья Смирнов. Меморандум подписан, доносится голос президента России Бориса Ельцина. Он предлагает главам Приднестровья и Молдовы пожать руки. Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдовой и Приднестровьем тогда, в конце 90-х, стал важным этапом на пути политического урегулирования проблемы. Он зафиксировал и вел в оборот целый ряд понятий и обстоятельств, определяющих взаимодействие сторон конфликта, посредников в переговорном процессе и международной нормы развития отношений в регионе. Мы выступаем с Украины и с ОБСЕ как гаранты. Как гаранты сегодняшнего меморандума, который подписали два руководителя. Все-таки это серьезный шаг. Конечно, он должен иметь после себя определенное движение, конкретизировать уже на разных вопросах и проблемах. Мне кажется, что сегодня появилась новая Россия. Не будь политической воли, политическое руководство российское и прежде всего Бориса Николаевича Ельцина, сегодня бы этого документа не было. Нормы меморандума закрепили статус России и Украины как государств гарантов мирного и справедливого урегулирования. И экономически, и политически мы должны помочь и Приднестровью, и Молдову в целом просто одноногие. А если будет продолжаться разруха, извините за такой термин, касается Украины в том числе, то одними словами, одними декларациями мы эту проблему не разрешили. В документе фигурируют понятия, гарантируемые как Республикой Молдова, так и Приднестровьем по терминам «стороны». Равноправный статус сторон подчеркивается по всему тексту меморандума. Несомненно, что московский меморандум от 8 мая 1997 года для переговорного процесса – это основополагающий и во многом ключевой документ. Первая же строчка, которая говорит, что Молдова и Приднестровье в дальнейшем именуемы «сторонами», сразу в международном отношении нас поставил на очень выгодную позицию. Мы были сторона во всех отношениях, не только в переговорах, но и в экономике, и в безопасности, и в многих-многих других аспектах. Должен сказать, что такова позиция, мы были единственны. Карабах не достиг даже участия за столом переговоров до сих пор. В документе также отмечено, что Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова, субъекта международного права по вопросам, затрагивающим его интересы. Меморандум, конечно, является важным этапом в нормализации того положения, которое есть в Молдове сейчас, связанное с конфликтом, который возник в самой такой гипертрофирной форме в 92-м году. Поэтому будем считать сегодня, что перевернута одна страница, и начинается путь серьезных переговоров. Сегодня для народа Приднестровья, можно сказать, извините, исторический день, я говорю высокими словами, но это так. Сегодня мы юридически получили великие державы, Россию, Украину, как страны, ираны. Та работа, которая проводилась, она проводилась только во имя человека, чтобы не было правоправедия. Согласно меморандуму 1997 года, подписанному президентами, Приднестровье имеет право на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. Внести такие положения в документ предложили в Террасполе. Мы внесли пункт, предоставляющий Приднестровью право заниматься самостоятельно внешнеэкономической деятельностью, налаживать внешнеэкономические связи. Пункт был достаточно конкретен, и мы понимали, что мы его насыщенным сделали, мы прекрасно понимали, что в таком виде он может не пройти. Поэтому оставляли за скобками, что должно там сохраниться самое главное. Поэтому взяли такой подход, и я считаю, что этот подход был правильный, и он работал на жив жизни, и он работал достаточно длительное время, ну, порядка десяти лет и после подписания меморандума. Он работал. И оказалось, что, в общем-то, это не принесло никакого значительного ущерба ни одной из сторон. Тогда, конечно, делалось все, чтобы мы получили таможенные печати и свободно экспортировали нашу продукцию. Экономика в те времена работала мощнее, производства было больше. Надо было искать незамедлительное решение, и оно было найдено. Между тем, руководство Молдовы спустя несколько лет предпринимает первые шаги, направленные на слом механизмом взаимодействия, нарушает право Приднестровья на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. Потом, когда они начали видеть, что у нас экономика начала выправляться, стал наращиваться внешнеторговый потенциал, экспорт начал расти, что жизнь в социальном плане лучше стала, чем в Молдове. И они решили, приняли такое решение, всячески тормозить экономическое развитие. Начиная с 2001 года, у нас начались первые трудности в реализации меморандума. Но я опять сразу скажу, что да, он попытался. Но именно меморандум, который ввел не только Россию в гаранты, но и Украину поставил возможные такие условия, что вроде не смог ее реализовать. Украина тогда с 2001 года при Кучме не допускала блокадных мероприятий, и меморандум де-факто продолжал действовать. Вот цена вопроса. То есть до 2006 года он действовал. Молдавские политические элиты всегда исходили и исходят из того, что любые уступки Приднестровья, любые компромиссы с Приднестровьем с точки зрения их национального законодательства, их модели ведения будущего в Республике Молдова. Давайте напомним, что с 90-го года Республика Молдова строилась как унитарное и мононациональное государство. Вот все уступки Приднестровья, они считаются неприемлемыми. Серьезный удар по меморандуму 1997 года был нанесен 3 марта 2006 года. Тогда руководство Украины заявило о пропуске через свою территорию только тех грузов из Приднестровья, которые прошли таможенное оформление в Молдове. Это фактически означало начало торговой блокады республики. Руководство нашей страны справедливо обвинило Украину и Молдову в политическом давлении на Приднестровье. В 2006 году, когда под давлением Запада Тишинев и Киев достигли соглашения о том, что наша промышленная продукция может экспортироваться только в сопровождении молдавских сертификатов, тогда, конечно же, меморандум 1997 года получил очень тяжелую рану. Когда Украина первый раз в 2006 году открыто стала на сторону Республики Молдова, был словом институт стран-гарантов, который является основой всего механизма гарантий и вообще взаимодействия сторон. Ну а сейчас мы наблюдаем уже последние вздохи, потому что Украина сейчас пошла и дальше 2006 года и опять в том же ключе. Спустя 11 лет после тех событий говорить о том, что в деле урегулирования Приднестровского конфликта достигнут существенный прогресс, не приходится. Перед Приднестровьем появляются новые риски и угрозы. Установление совместно молдо-украинских таможенно-пограничных постов Кучургане, а затем фактически по всей линии Приднестровско-украинской границы, может привести к наиболее серьезному кризису за весь период в молдо-приднестровском урегулировании. Эти односторонние действия противоречат договоренностям, которые были достигнуты на международном уровне. Начиная от соглашений 1995, 1996, 1997 года, заканчивая недавними документами, включая и протокольное решение некоторых аспектах свободы передвижения 2014 года, и того же Берлинского протокола, пункт 7, гласит о том, что все решения должны приниматься исключительно за столом переговоров. Существует угроза тотальной экономической блокады из-за разницы в законодательствах Молдовы и Приднестровья под угрозой продовольственная безопасность нашего государства, коллапс индивидуального предпринимательства, все предпосылки для социального взрыва. Вопрос постов Молдовы и Украины отказываются даже обсуждать. Приднестровье и Россия на разных площадках не раз призывали активизировать работу в формате 5 плюс 2, но в ответ тишина. Против Приднестровья ведется гибридная война, в которой включены экономические рычаги, политические рычаги, гуманитарные рычаги, культурные, исторические. Это продолжение той войны, которую ведет против нас Молдова на протяжении всех этих лет. Это просто новый очередной виток. Виток блокады, виток давления на Приднестровье. К сожалению, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда нам навязывают конфликт. Нам навязывают определенные сценарии, которые, к сожалению, пока не находят своего политического разрешения. Все опасения Приднестровской стороны в Молдове называют спекуляцией. При этом продолжают уходить бесполезные рассуждения о статусе, делают громкие заявления о возможном объединении двух государств на берегах Днестра. Российская Федерация является гарантом Приднестровскому регулированию. Кстати, сегодня говорили об одном юбилее 25 лет. Но в этом году есть и другой юбилей, 20 лет меморандуму Примакова, который был подписан в 1997 году. Очень важный меморандум. Многие положения этого меморандума важны и для следующего шага. Каждый дипломатический документ создается на какой-то исторический период для решения тех задач, которые в то время существовали. Меморандум сейчас по факту торжественно умер. Молдова, к сожалению, к моему большому сожалению, уходит от решения конкретных проблем, от которых зависит жизнь простых людей. В этой связи мы слышим только какие-то политические лозунги о реинтеграции, о чем-либо угодно. То есть, уходя от вопроса решения конкретных проблем, Молдова скатывается на какие-то политические лозунги. Намеренное обострение ситуации во всем регионе со стороны Молдовы и Украины – это очередной вызов для Приднестровья, с которым без консолидации всего общества республика не справится. Мы в 1996 году получили исторический вызов. Такое называется исторический вызов. Политическое руководство, дипломатия Приднестровья, эксперты получили вызов. Нужно решить задачи. Нужно решить задачи, но на 10 лет это исторический срок. Я считаю, что мы эти задачи выполнили. Мы это обеспечили. Сейчас совершенно очевидно идет новый вызов. Он идет прямо как грозовая туча. И она уже очень близко, эта грозовая туча. И нужно будет что-то делать. У нас новое руководство, политическое руководство. У нас новое поколение дипломатов. Принято говорить ветеранам, посмотрим, как справятся молодые с этим вызовом. Я бы очень хотел, чтобы они справились достойно. Может быть, даже лучше, чем мы. Еще же нет. Пусть справятся лучше, чем мы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!